Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня у нас будет такая тема «Скрытые смыслы праздника Сухот». У нас заканчивается череда, ну цикл, череда осенних праздников. Был Рошашина, был Йом Кипур. Вот сегодня вечером начинается Сухот. Будет это длиться 7 суток. Ну и мы поговорим сегодня на первом уроке именно о скрытых смыслах. Каждый год мы это делаем. Если кто-то хочет, вы можете на канале YouTube Шатер Авраама взять за прошлый год, за позапрошлый год. Но кто хочет более углубиться, то это есть такая возможность. Вот, я хочу начать с того, что надо понять идею праздника. Вот, в принципе, понять это очень просто. Это понять очень просто. Просто люди от этого отказались. Когда Тору назвали Ветхим Заветом, то и все знания, как бы, они упразднились. Ну, в еврейском народе Завет вечный, все это сохраняется. И вот, что это за даты такие праздники? На иврите слово «праздник» имеет такое значение «назначенное время». Это не значит праздный образ жизни или неработание. Это значит назначенное время. Назначенное время. И тут важно понять, что такое эпизод времени. Да, вот сейчас будет неделя. Как это работает? Любой человек может такое сказать. Ну, так может быть, и другая неделя будет то же самое. Кто это определил? Но все дело в том, что Всевышний определил это, записал это в Торе. Это записано прямо в открытом тексте Торы. И, как мы знаем, есть такое выражение, что все сотворил он словом. И все работает по слову его. Это очень простое понимание. Если что-то сказано надо делать, значит, вот это делание, оно подключено к небесным силам, к небесному источнику. И поэтому, если он сказал, вот сейчас 7 дней праздника Суккот. Значит, это время, что-то будет сюда с небес приходить. Какие-то небесные силы. Почему мы говорим, что это скрытые смыслы. То надо все это разобраться, потому что все это записано, все это прописано. Есть эти знания. И когда человек в этот праздник приходит с осознанием, с пониманием, то он тогда знает, во что он верит, что он ожидает с небес. Вот это вот самое важное. Вот это вот самое важное. Просто вот надо понять, да, что в определенное время Всевышний назначил это время, чтобы еврейский народ, как священники, это знали. Чтобы они в это назначенное время могли делать то, что там указано в Торе. Там много чего указано. Собрать священное собрание, приносить особенные жертвы. То есть так они и делали. Вот. И что-то приходит с небес, какой-то особенный свет. А мы знаем, есть свет, как говорится, двух уровней. Свет, который приходит внутрь души человека. И от этого меняется мировосприятие, мироощущение человека. Вот то, что мы называем шалом, гармония, цельность. Силы души приходят определенные в это время. И так же само свет наружного характера. Что такое свет наружного характера? От этого зависит радость материального мира. Когда человек идет во тьме с фонариком. И это цвет, который он может вокруг себя все видеть. Где надо обойти острые углы. Где надо не вступить во что-то нехорошее. А где надо взять что-то, он видит. То есть это благословение материального мира. И вот так сюда приходит этот цвет целую неделю. И так и сказано, что все видимое и невидимое он сотворил. И все и видимое и невидимое работает по слову его. То мы как можем? Мы это можем просто доверять. И просто это принимать. То есть это можно назвать, что это называется просто плыть по течению. Как было сказано не один раз, что и над путями твоими будет сиять свет. Вот это было сказано человеку по имени Йов. Мы во втором уроке об этом поговорим как раз. И над путями твоими будет сиять свет. То есть ты живешь и ты плывешь по Божьему течению. Как говорится, с Божьей помощью. А можно совершенно наоборот. Можно это все не воспринимать. Можно не пользоваться этими силами. Ну в чем тогда проблема у человека получается? Не пользуешься и не пользуешься. Тебе что-то дали хорошее с небес. Ты этим не пользуешься. И тогда что? Ты тоже плывешь. Но ты плывешь как попало. Ты плывешь против течения. Ты барахтаешься. Кто-то же пробовал плыть против течения. Плывешь-плывешь, а на одном месте. Так человек живет, трудится-трудится. А денег нету. Живет-живет, а радости нету. Это вот проблема почему. Люди сами отказались от этого. И это и есть самое большое наказание в принципе. Сами отвернулись от Всевышнего. Сами не захотели это изучать. Кто-то не знал разного свои обстоятельства. Но факт, что из-за незнания люди не имеют возможности принять вот эти вот небесные силы в свою жизнь. А они так или иначе все равно не приходят. Потому что время установлено, Всевышний назначил. И небеса дают дождь в это время. Духовный дождь. И мы сегодня посмотрим немного предыстории праздника Суккот. Праздник Суккот это один из трех праздников, когда в древности все евреи совершали, как называют сегодня, паломничество в Иерусалим. То есть люди со всех городов, Песах, Шавот и Суккот это три праздника, когда все приходили в Иерусалим. Все собирали там то, что называется священное собрание, приносили жертвоприношения. И этот праздник всегда имел и будет иметь отношение к народам мира. Это прописано в Торе. Например, что происходило в древности. Вот все семь дней праздника приносили 70 быков. По убывающей. 14, 13, 12, 11. И так за семь дней приносили 70 быков. За что приносили? За народы мира. А мы знаем, что есть 70 корневых народов. Сегодня их гораздо больше. Но корневых семь. Например, есть славяне. Там много есть национальностей. Есть там скандинавы. Тоже много. Есть азиаты. Но вот всего 70. И поэтому каждый бык приносился за определенный народ мира. То что это за задание? Это было задание быть священниками. И приносить эти жертвоприношения. Задание было дано еврейскому народу на горе Синай. Тоже это ответ на вопрос. Почему? Потому что все держится по слову его. Всевышний сказал так делать. И значит он реагирует на эти жертвоприношения. Вот так вот оно и работает. Поэтому, стоя под горой Синай, евреи, когда все это поняли, они поняли, что они это не понимают. Но они увидели, что так работает. Они увидели тайны духовных миров. Они увидели, как духовные миры взаимодействуют с материальными. И они сказали, да, мы будем это делать и постепенно будем постигать смыслы. Но они увидели, они доверили. Что сказано про этот праздник в будущем? Причем это будущее уже как видно, потому что сегодня в мире происходит, уже наступит очень скоро. Это книга пророка Захария, 14 глава, 16 стих. Вот я специально записал это. Там прямо так сказано, это в будущем будет. Может быть кому-то трудно в это поверить, но это написано. Мы с вами проверим, как оно будет. Я надеюсь, мы увидим это в нашем поколении с Божьей помощью. Там сказано, что все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, то есть даже бывшие враги, будут приходить из года в год, то есть ежегодно, вот эти 7 дней ежегодно, даже бывшие враги, они будут приходиться в Иерусалим на поклонение Всевышнему, каким образом? Для празднования праздника кущей. Праздник кущей – это наш праздник Суккот. И так уже сказано, уже прописано. Если мы опять вспомним, что все работает по его слову, то это обязательно будет, обязательно произойдет. И дальше сказано более того, что и будет. Если какое из племен земных не придет, то не будет у них дождя. Что такое дождь? Ну, если вот есть поле с хлебом и нет дождя, то понятно, что будет засуха, будет неурожайность, будет бедность и все такое. То есть так мы видим еще, что за это есть, оказывается, и наказание. И дальше сказано, что все народы, кто не придет праздновать, для них это будет считаться грехом. Вот у кого есть возможность, просто откройте книгу Захарии и сами почитайте. 14 глава, вот с 16 стиха и до конца главы. Вот все это прямо черным по белым написано. И в чем будет грех? Ну, мы уже сказали, да, что почему не будет дождя? Потому что была возможность привлечь этот свет, привлечь это благословение на свою страну. Я же не думаю, что прям каждый человек придет, да, но все народы отправят свою делегацию. Там президент, премьер-министр, там еще кто-нибудь. Но какое-то правительство будет приезжать на праздник Суккот и приносить вот эти жертвоприношения. Как это будет выглядеть в будущем, это не важно. В принципе, праздновать будут. И это будет благословение. Каждый поедет в свою страну с благословением Всевышнего. И будет урожай, и будет благословение, и так далее. Будет мир в стране. Откуда вот эта идея строить Суку? Вы, наверное, видели, это особенный шалаш такой, да, который имеет стены и какая-нибудь крыша из каких-нибудь ветвей. Камыши, например. Крыша, то есть в нее видно небо. Вот так, если ночью посмотреть, видно звезды через крышу. А стены нормальные. Делают временный такой шалаш и проводят там время. Там кушают, там молятся, там учатся. Кто-то и спит так. У каждого есть своя традиция, сколько времени он там проводит. Да? Но факт, что семь дней, вот так оно работает. Все мужчины должны кушать только там. Такие вот семь дней. И есть две точки зрения мудрецов. И, как всегда, они обе правильные. Что самое интересное. Откуда берется эта традиция? И одна часть мудрецов говорят, это в честь облаков славы, которые сопровождали еврейский народ, когда они вышли из пустыни. Вот эти облака, которые были над ними, вот это вот в честь этих облаков, вот этот вот праздник. Другая часть мудрецов говорит, нет, это абсолютно реально. Они жили в настоящих шалашах, когда они вышли. Они строили себе такие шалаши, и они в них реально жили. Почему эти две точки зрения обе правильные? То Любович Искеребе примеряет эти обе позиции. И он объясняет, что каждый описывает свой взгляд. Что одна часть мудрецов описывает то, что в этот праздник приходит с неба. А вторая часть мудрецов, как это получить, что надо сделать на земле. Поэтому один говорит, что это облака, а второй говорит, нет, это реальное материальное строение, в котором люди жили. Если понять, то надо понять, что-то происходит с небес. И что-то мы тут должны сделать на земле, чтобы это получить. Примерно как телевизор. Есть телевизор, есть сигнал. Но чтобы получить этот сигнал, антенка. Это уже программа устаревшая, конечно, но сама идея. Что этот сигнал надо сюда притянуть. Люди ставили раньше антенку, и в эту антенку приходил сигнал, и он попадал в телевизор, и человек может видеть ретрансляцию. Вот точно так же примерно по такой же идее. Откуда берется сигнал? Сигнал берется с небес. Почему? Потому что Всевышний это установил. И так это все работает. И если мы это не видим, так мы сигналы тоже не видим, которые попадают в нашу антенну. Правильно же? Вот. И это очень хороший такой пример. Теперь поговорим о скрытых смыслах этого праздника. Вот у нас прошли дни Рошашана, прошли дни Йом-Кипур. И вот я взял один из видов комментариев, самый нам доступный и понятный, потому что тут каждое слово, каждый какой-то символ, можно говорить об этом очень много. Что произошло за вот эти 10 дней, которые были между Рошашана и Йом-Кипур? Так объясняют наши мудрецы, что человек, во-первых, он очистил, очистил и получил силу вот пяти своим органам чувств. Это то, что мы называем состояние, вот внутреннее состояние. Какие пять органов чувств у человека? Это зрение, это слух, это вкус, это обоняние, это осязание. Вот. И естественно мы очистили каналы связи с Всевышним. Потому что каналы связи, они же засоряются, и человек перестает так ощущать божественное и разумом, и сердцем. Почему? Из-за вот этого всего, что происходит, из-за нервов, из-за раздражений, из-за всяких греховных явлений. Каналы засоряются. Но мы на Рошашана просили прощения, 10 дней об этом молились, потом Йом-Кипур, особенную силу. Это все очистилось. Получается, у нас сегодня новые душевные силы. У нас сегодня открыта вот эта связь. И теперь как закрепление, это праздник Суккот. Это праздник Суккот. И праздник Суккот, он имеет несколько названий. Мы несколько о них сегодня поговорим. Называют его сбор урожая. И мудрецы так говорят, когда мы уже очищены, все каналы открыты, пришло время получать силу для отдачи. Для отдачи. Потому что все, что человек себе получает, он получает для себя. И он получает, чтобы жить в этом мире, чтобы распространять какое-то божественное влияние, что-то созидать. На это нужны силы. И на это нужны внутренние силы души. Надо не только здоровое тело и какие-то способности. Это тоже все надо. Но надо иметь вот эти внутренние силы. И после этого праздника мы будем готовы к будущему развитию на год. И вот почему сказано, будут приходить из года в год праздник Суккот. Такая вот подзарядка. Каждый год одинаковая система. Рошашана, Йомкипур, Суккот. И заходишь на Новый год. С благословением, сбор урожая. То есть должно у человека улучшаться, должно все изменяться. Это называется духовный рост. А духовный рост, когда человек свою душу, как говорится, созидает, то тогда и вокруг него тоже вокруг такого человека все меняется. Потому что оно работает очень так пропорционально. Как говорят психологи, изменяешься ты, изменяется мир вокруг тебя. Как-то вот иначе оно не работает. Потому что если человек пытается менять все вокруг, не меняясь сам, то хлопотно это приводит к не такому результату, как он ожидает. И вот получается, почему там сказано, я когда читал, что это будет в грех вменено народом, которые не придут праздновать. Ладно, сделал человек что-то плохое, а это просто не пришел праздновать. Так объясняется, что в чем грех? Грех – недоверие Творца. Что уже открыты все эти смыслы, в Торе записано. Но люди не верят. Поэтому что говорится? Что не придете, значит не получите эти силы. Не получите вот это благо, которое приходит в это время с небес. Так же самосуккот называют праздник веры. Или можно правильнее сказать доверие Богу. И мы проговорим несколько символов, символов этого праздника неотъемлемых. И все, что это какие-то скрытые смыслы. Есть особенная крыша у этой суки, как мы уже вспомнили. Или камыш, или елки, какие-то растения. Но обязательно должно быть видно небо. И почему это праздник веры? Потому что это сбор урожая. Вот представьте просто себя. И человек собрал уже урожай. И у него уже дома все готово. И он уже знает, что у него на год хорошая жизнь. Он уже все посчитал, сколько ему на месяц надо. И самое время сесть, расслабиться и ничего не делать. А все вышли, нет минуточка, вот теперь в шалаш. Там, где ты не застрахован, в любое время дождь может пойти. В любое время может вдруг холодно стать. И так далее. То есть для чего это дается? Чтобы человек мог четко и глубоко осознать временность наслаждений этого мира. Временность. В любую минуту. Вот если человек не под Богом ходит. Он сегодня может выглядеть очень респектабельно, очень успешным. Но вот так вот, в мгновение ока, что-то может поменяться. Я вам расскажу притчу, я много раз прочитал на этой неделе. Называется «Колесо судьбы». И идея заключается в следующем. Это хасидская притча. Все имена вымышлены. Сама идея нас интересует. Что однажды ученик очень знаменитого учителя, был такой великий магет, его звали. И все ученики у него были очень такие божьи люди. Вот он оказался в сельской местности, очень плохая дорога. И вдруг он увидел трактир издалека. Он подошел к трактиру, там висит мезуза. Он очень обрадовался. Он понял, что тут живут евреи. Он сейчас может кошерную пищу там получить. Но когда он зашел в этот трактир, он был в шоке, потому что там было абсолютно пусто, даже не пахло никакой едой. И когда хозяин вышел, он еврей был, он извинился, говорит, так и так, тут построили новую дорогу недалеко. И постепенно все жители стали ездить там. И там есть другой трактир, и ко мне никто не заезжает. И у нас вообще очень плохие обстоятельства. Вся семья, мы голодные, дети голодные. А еще через две недели надо платить пану за аренду этого трактира. А этот праведник его спрашивает, а что же вы не уедете отсюда? Он говорит, так нам надо, мы долг имеем. И этот пан очень злой и может посадить нас в долговую яму. Короче, две недели у нас вот такая вот история. Ну, этот мудрец все понял. Вот, и на следующий день он там поспал, попил кипяточку. Все, что он нашел в этом доме, он вышел на завтра, пошел по дороге в другое село. И у него из головы все время не выходил этот человек, эта семья. Он не знал, каким помочь. И вдруг он услышал, сзади едет какая-то повозка. И тоже ехал один еврей, остановился, с ним поговорил, узнал, что это ученик великого магида, пригласил его в свою повозку. Говорит, я тоже туда как раз еду, я и вас подвезу, и вместе к магиду придем. И этот праведник ему говорит, смотри, говорит, дай мне, пожалуйста, 30 золотых. Ну, он посмотрел, что это большая очень сумма, ну, для такого богатого человека. Это нормальная сумма. Он говорит, ну, как это, дай тебе, а зачем тебе? И он ему объяснил, говорит, мне очень надо на благое дело, на заповедь. Короче, он немножко, как бы, сконфузился, а потом подумал, ну, раз такой человек просит, это ученик великого магида, надо дать. Он дал 30 золотых, и этот быстренько праведник туда-обратно, и вместе с этим богачом они развернули эту коляску, и через 5 минут они уже были во дворе, вот там, где он был, в этого трактира. И тот вышел навстречу, говорит, что такое, чего вы вернулись. И он говорит, так и так, отдает ему этот кошелек с деньгами, тут тебе хватит рассчитаться с паном, и тут тебе хватит на переезд, и тут тебе хватит начать новое дело, и все у тебя будет с Божьей помощью. Ну, и этот богатей увидел, куда пошли его деньги, ему стало легче, он понял, что он выполнил серьезную заповедь, ну, спас человеческую жизнь всей семьи. Ну, и он довольный пошел садиться в свою повозку, а этот праведник подошел, и этому трактирщику на ухо говорит, говорит, смотри, ты разбогатеешь очень сильно, а этот человек, который тебя выручил, он сильно обеднеет. Колесо судьбы вот так вот прописано ему на небесах, вот у него резко все пойдет в упадок. Представляете, кажется, он сделал заповедь, и кажется, наоборот, как бы, дважды два-четыре, должно пойти все лучше. Но не всегда так работает, как нам хочется, и есть какие-то загадки на небесах. Вот, и он говорит, ну, пойми, придет время, ваши пути обратно пересекутся, и тогда ты должен будешь ему помочь, и как бы, как вернуть ему добро за добро. Так оно и получилось. Прошло какое-то время, тот очень сильно обеднел, дошло до того, что он стал жить хуже, чем тот трактирщик, уже дошло до того, что он жил на милостыню. И один раз он пришел в какой-то город, а прошло уже сколько-то лет, вот, он уже четко привык к состоянию бедняка, и он пришел как раз там, где был раввином, вот этот вот праведник, и он его узнал, и тот его узнал. И он пришел попросить в общине, в еврейской общине, попросить какую-то помощь материальную. И он его сразу узнал, и говорит, смотри, я тебе напишу письмо и адрес, и ты пойдешь по этому адресу, и тебе там помогут. А прошло уже где-то десяток лет, он взял этот адрес, говорит, ну, хорошо, пришел по этому адресу, там приехал, там огромный дом трехэтажный, очень богатый, ну, видно, что очень богатый там человек живет. И он даже постеснялся через центральный вход, там вышла какая-то прислуга, он говорит, вот, меня прислал такой-то ученик магида. И когда хозяину доложили, он говорит, сразу приведите его ко мне в кабинет. Он пришел в кабинет, он его, конечно, сразу узнал, а этот его даже не узнает, что это тот трактирщик. И он начал что-то ему неудобно просить, он начал просить, он говорит, смотри, я уже все решил, вот тебе такая-то сумма. Он выписал ему огромную сумму денег, и потом говорит, помнишь, когда-то 10 лет назад, когда ты заезжал в трактир, и ты дал 30 золотых, и ты спас всю мою семью, и вот я хочу теперь тебе тоже помочь. Ну, и с этой самой точки этот человек обратно поднялся на ноги, восстановил свое состояние, восстановил бизнес, и все у них, у всех было хорошо. Вот к чему эта притча, она здесь, да? Вот колесо судьбы, и когда человек сидит в этой суке, он должен понять, как это работает. Вот глядя на эти крыши, которые из соломы, с видным небом, он должен осознать вот очень хрупкость вот всех вот этих материальных наслаждений, которым тут человек стремится. Это может вот так вот оборваться, не дай Бог, и все. И, ну, должно прийти человеку, что все от Бога, не от него, не от его успеха, не от его того урожая, который он собрал. Все от Бога, вся защита, все благословение, вся помощь, все, что человек может, все зависит от Всевышнего. Это символизирует наша крыша. Теперь стены. Что такое стены? Вот как у нас здесь есть стены, должно быть минимум три стены. Ну, обычно делают четыре, вот такой квадратный шалашик, двери делают. Хотя есть определенные параметры. И что это такое получается? Это есть сегодня слово такое, которое очень понятно, но нам современное слово. Портал. Вот там на улице, это улица. А вот внутри этих стен, с этой крышей, особенный портал, куда и приходит этот божественный свет. Наверное, если бы можно было нам увидеть это глазами, мы бы могли это увидеть глазами. Вот так, как в облаке. Евреи шли, в облаке была защита. Только выходили из-за облака, жалили змеи. Портал, такой портал, подключенный к небесам. И мудрецы объясняют, что почему три стены, да, как минимум должно быть, потому что это символизирует объятие руки. Объятие руки. То есть тут интересный момент, что Всевышний обнимает нас, но в определенных пределах. Часто ж люди как, ну, я верю, что Бог добрый. Ну, Бог-то добрый, а ты? А может ты злой, да, или у тебя нет никакой связи с Всевышним, то есть определенные какие-то же пределы, да. Вот это говорят нам крыши, вот эти стены, да, потому что вот есть слово «беспредел». Да, очень знакомое такое слово «беспредел». Так вот, часто люди любят по беспределу жить. Это не только в колониях. Это вообще просто. Беспредел «я хочу» — это самое главное явление. Тяга к наслаждениям. Это главное явление, которое человек может. Так вот, этот праздник нас учит немножко совершенно другому. Вот, и неотъемлемый символ праздника Суккот — это четыре вида растений. Я вот взял вам одно показать. Вот это вот самое такое симпатичное, вот с таким хвостиком. Видите, называется «этрох». Да, вы, наверное, видели, вот увидите, уже будут с завтрашнего дня по улицам ходить с такими вот четырьмя видами растений. Такое на меч похоже. Ну, я вам в прошлом году показывал, и в позапрошлом просто не стал все приносить. Но, что символизируют эти четыре вида растения? Они символизируют развитие своей уникальности. Делают определенную молитву, определенный такой еврейский обряд. Это является служением еврейского народа. Так потрясают на все четыре стороны света. Говорят определенную молитву. И там есть четыре вида растений. Этрох, лулав, мирт и ива. И что это символизирует? Это символизирует развитие своей уникальности. Вот если разобраться, есть у каждого человека, ну, какая-то линия. В нем есть много даров, но какая-то одна более ярко выраженная. И нам объясняют мудрецы, что вот этот Этрох, он имеет и вкус, и запах. И это символизирует человека, который и изучает Тору, и делает добрые дела. Следующий лулав, это ветвь финиковой пальмы. Он как бы имеет вкус, но не имеет запаха. Следующее растение, это мирт. Он имеет запах, но не имеет вкуса. То есть есть люди, которые любят учиться. Вот они очень грамотные, но с добрыми делами у них маловато. Есть кто-то, любит делать добрые дела, но учиться его не заставишь. Он делает это очень редко. А есть ива, а у ивы нет ни вкуса, ни запаха. То есть человек и не учится, и добрых дел никаких не делает. Ну, что здесь интересный урок? Что вот в этой суке, задумываясь над этим, внутрь себя, молившись Богу, можно найти и раскрыть свою уникальность, усилить. А во-вторых, глядя на другие. Ведь они же все вместе. Что интересно, что этот итрог держится в одной руке, все эти вместе связаны. И когда делается вот молитва, их вот так соединяют. То это не просто найти свое, а это еще и найти коммуникацию с другими людьми. Потому что почему-то кто-то может сказать, что а ивы тут вообще делать нечего. Так нет, без ивы заповедь нельзя выполнить. Поэтому о чем говорится? Человек должен научиться коммуницировать с другими. Он должен сам найти хорошую компанию, где он пропахивается. Понимаете? Когда вот так все, там не поймешь, что пахнет, что вкусно, оно все вместе. Один восполняет недостатки другие. И так каждый человек, он может, глядя на другого, учиться у другого. Он может перенимать эту силу от другого человека. Да, например, он понимает, я учусь много, добрых дел никаких. Надо мне что-то в этом плане изменить. Надо что-то. И другой человек, он ободряет его. Просто даже своим присутствием, своим примером. То есть человек оказался в хорошей компании. И так же самое, что втянуть человека в хорошую компанию. Например, если это Ива. Человек ни то, ничего не знает. То можно его втянуть в свою компанию. И в хорошей компании смотришь, он и пахнуть начнет, и вкус появится со временем. Почему? Просто он узнает. У него будет на кого посмотреть. Будет с кем посоветоваться. Начнет учиться. Начнет делать добрые дела. Вот такие вот уроки нам дают вот эти четыре вида растений. И важна вот эта коммуникация. Да, коммуникация. Потому что есть такое выражение мудрецов, что человек может учиться у каждого. Учиться у каждого. Даже вот этот Этрох, он может чему-то научиться у Ивы. Если человек не гордый. Если человек все понимает. Потому что все от Бога. И у каждого есть своя какая-то уникальность. Которая нет в тебе. Да, поэтому, может, ты в общем выглядишь лучше. Но всегда нужно уметь не быть горным, чтобы принять какую-то мудрость, какой-то урок от другого человека. От любого. Потому что раз жизнь тебе его посылает, значит, Бог не зря это делает. Ну и поговорим еще об одном важном явлении. Мы говорим, что этот праздник семь дней происходит. И наверняка вы, может, фильм видели, слышали слово такое «ушпизин». Ушпизин переводится как «гости». То есть это уже мистика. Это надо понять, как это происходит. Вот. Так объясняется. Каждый день в Суку приходит гость. И гость – это как бы души праведников. А правильнее сказать, что семь дней работают силы, которыми по-особенному обладали каждый из этих праведников. И приходят такие. Авраам, Ицхак, Яков, Маше, Аарон, Йосиф и Давид. Вы поняли, да? Работают вот эти силы, которыми обладали все вот эти праведники. По очереди. Первый день приходит Авраам. Первый день приходит Авраам. Что мы знаем про Авраама? И что мы знаем про человеческую душу и эмоции? Что у человека есть семь эмоциональных качеств. Это есть у каждого человека. В зависимости, знает он от этого или нет. Просто если он знает это в себе, и он может это раскрыть, он может это усилить. И вот Суккот как раз это очень хорошее время. Что мы знаем про Авраама? У Авраама было качество хесед. Хесед – это доброта и милосердие. Что получает человек? У него есть осознание бесконечной любви Творца. То есть человек, по большому счету, если он задумается, он внутри себя хороший и добрый, если он это чувство раскроет. И тогда ему хочется всех видеть счастливыми. Так было у Авраама. Он всех учил, язычник, не язычник. Всех учил знаниям своим, которые он знал, божественности. Он всех кормил, благотворительные обеды устраивали. Он был гостеприимный. Построил гостиницу, принимал там людей. То есть у него было такое вот качество. И мы даже видим, что оно у него было чересчур большим, что Всевышнему пришлось сделать Аврааму 10 испытаний, чтобы Авраам немножко приобрел такие более четкие размеры. Следующий приходит – это Ицхак. Что такое Ицхак? Это вот справедливость. Если Авраам это всем помочь, То есть Ицхак – это уже справедливость. Справедливость имеет свой размер. Вот как наши стены. Всем, не всем надо разбираться, кому, что, зачем, почему. Потому что в жизни так не работает. Да, тебе внутри хочется всех обогреть. Хочется всем дать. Но ты не можешь всем все раздать, что ты имеешь. У тебя есть своя семья, у тебя есть свои потребности. То есть должен быть какой-то размер. И получается, когда одна линия и вторая линия, То получается какой-то гармоничный подход к делу. И вот это как раз Яков. Это третий праотец еврейского народа. Его качество называется на еврейском. И это считается как красота или гармония. Что это такое? Это когда вот эти два качества – милосердие, доброта и справедливость, и строгость. Когда они соединяются, и вот это есть качество красота, качество тиферет, вот как его называют. И вот так вот каждый день вот это вот такие силы работают. И человек это все принимает, все в себе анализирует, молится об этом. И у него что-то начинает раскрываться, какие-то силы души. Следующий, кто приходит, это Маше. Что мы знаем о Маше? Маше – это качество нецах. Нецах – это качество целеустремления, когда это надо. Да, когда, ну, какое-то с поддержкой Бога. Вот, например, мы знаем, что разведчики, они не вошли в землю. Там они увидели сложности, они увидели большие укрепления. Они все… А Всевышний сказал – заходите. И вот у них не хватило этого качества с первого раза войти в землю. Поэтому они пошли 40-летний круг вот этот проходить. Вот это качество нецах – это качество целеустремления. Это символизирует правая нога. Правая нога – это такая наступательная нога. Что должны быть силы пробиваться к цели, когда это необходимо. Следующий приходит – это Аарон. Аарон – противоположное качество Маше. Если у Маше целеустремление, то у Аарона, наоборот, долготерпение, у него признательность, благодарность. Чем занимался, мы видим, Аарон? Он примерял семьи, он примерял друзей, он примерял партнеров. И вот здесь вот нервничать не надо. Здесь, наоборот, как бы, нужны другие качества. Уметь сохранять теплые отношения с людьми. Именно с разными людьми. С теми, с кем сложно, с теми, с кем спорные какие-то моменты. Вот это качество Аарона. Вот это сила, когда нервничать не надо. Знаете, как часто люди пытаются, сейчас я криком или усердием, или как-то докажу. Вот, а тут как раз не надо этому качеству управляться. Тут надо потерпеть, тут надо где-то сгладить, где-то как-то. Вот это вот качество Аарона. Следующее – это Иосиф. Что мы знаем про Иосифа? Качество Есот. И Есот – это союз завета. Это союз завета. И объясняю так, наши мудрецы, что такое союз завета – это выйти из зоны комфорта ради других. Я просто взял такие самые простые понимания. Выйти из зоны комфорта. Ради других надо выйти из зоны комфорта. Например, что мы видели у Иосифа? И в рабство он попал, и с братьями была проблема. И в тюрьме он сидел. То есть он прошел испытания, он не подался соблазну. То есть он вышел из своего зоны комфорта ради чего? Ради других. И потом было все очень хорошо. Он спас весь свой народ, он спас весь Египет. Но для этого он вышел из зоны комфорта. Вот я иногда слушаю психологов разных, когда недолго. И вот, знаете, они иногда советуют такие вещи, ну, однобокие. Я бы сказал, кто-то более широко понимает, кто-то прям вообще двигается по хабаду, а кто-то очень однобокое. Я услышал такое вот однобокое. Ну, человек должен чувствовать, что ему все нравится, что он занимается тем, что нравится, тем, что хорошо. Он должен это чувствовать. И вот одну линию берут. В этом есть доля правды. Ну, как чувствовал себя Иосиф, вот когда он вышел, когда он в тюрьме 12 лет сидел, когда братья его продали. Почему? Чтобы соединить союз, чтобы соединить кого-то в союз с Богом. Ты должен выйти из зоны комфорта. Это к каждому человеку относится. Тебе надо куда-то пойти, надо свои силы, надо выйти из своего эго и своего удобного. И это не всегда тебе нравится. Не всегда. Это надо осознать, а не прочувствовать. А потом через осознание ты это прочувствуешь. Поэтому так и говорят, награда за заповедь – это сама заповедь. Потому что ты ее вначале выполняешь через осознание, через понимание, потому что Бог сказал. Надо делать. А потом тебе приходит понимание и ощущение после выполнения этой заповеди. Вот как-то так это работает. Следующий, седьмой, кто приходит – это Давид. Что мы знаем про Давида? Это качество молхут, что значит переводится как царствование. Или сегодня, можно сказать, слово влияние, нам было бы это подходящее. Влияние в своем окружении. Потому что царь он где? Царь он царь на территории. А на другой территории – другой царь. Вот это важно понять. И что мы видим, какие сегодня бывают моменты, что чаще всего люди не хотят себя менять, например, работать над собой. Люди всегда смотрят на кого-то, хотят менять кого-то. Дети хотят менять родителей, родители хотят менять детей. Жена мужа, муж-жену, директор своих подопечных. Ну, все время как-то вот людям проще менять кого-то, чем менять себя. Но царь, царь, он вначале в своей территории царь. И чем занимался Давид? Он отвоевывал территории. Он отвоевывал территории. Вот. И нужно научиться делать это практически. Вначале надо завоевать себя. Завоевать себя. Поэтому сказано мудрецами, что долготерпеливый он лучше завоевателя города. Потому что себя завоевать, себя преобразовать, на себя на первого повлиять, на все свои недостатки, ущемления и так далее. Это тоже непростая вещь, как оказывается. Вот. С таким вот осознанием и верой еврейский народ семь дней проводит в суке, чтобы принять сверху вот этот вот свет через крышу. И осознав размеры своих способностей и возможностей в этих стенах, в этих размерах, осознать свои. То есть ты сидишь и наполняешься. И тут вот важный момент. Ну, важно не стать религиозным фанатиком, как это может быть, да? С одной стороны, если только на крышу смотреть. И важно не стать материальным циником таким, вот как часто бывает, эгоистичным материалистом, скажем так. Это и так плохо, и так плохо. И надо между этим вот найти, чтобы и в духовном, и в материальном мире была какая-то гармония. Вот это то, что символизирует все, о чем мы с вами проговорили. Еще есть, ну, интересное дополнение, что в суке хорошо, когда бывает много людей. Ну, гости приходят, что не один человек, не только там одна семья. Вот. Почему? Потому что всегда есть чему учиться у любого. И когда мы вместе дарим радость друг другу, потому что там есть трапеза, есть вино, есть хорошие песни поют и так далее, да? Потому что когда человек только сам, только сам, он не ощущает. Когда человек только сам себе учится, такой ученый, он какие-то силы там принимает, то очень часто такой человек может погрузиться в надмение. Да? Потому что сосуд как работает с водой? В него вода попадает и вытекает, попадает и вытекает. Если она попадает и не вытекает, она становится затхлой, она становится невкусной, и она портится. Так или человек, если он не передает, если он не делится вот этими силами своей души, то зачем тогда они ему нужны? Он их принимает, он их внутри себя осваивает, как говорится, да? А потом он начинает влиять на окружение. Чем мы прекрасно с вами и займемся после праздника Суккот. И будем делать это целый год. И вот что интересно, есть интересное выражение, написано, блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вот задумайтесь над этим выражением, о чем он говорится, да? Что блажен народ, у которого Господь есть Бог. Это тот, который понимает вот то, что идет из безразмерного неба и приходит сюда в рамки этого размеренного материального мира. И вот тут вот надо найти вот эту гармонию. Поэтому сказано, что блажен народ, у которого Господь, который там царствует на небесах, он же есть Бог, который судья справедливый здесь на земле. И когда у человека есть это понимание, вот тут это блаженство, вот тут эта мудрость, вот тут вот эта радость человек получает, да? И поэтому наш праздник очень много говорит о радуетесь. Радуйтесь в этот день. Потому что приходит особенно состояние на душу человека. Теперь вопрос, а как народы мира сегодня могут приобщиться к этому празднику? Часто задают вопрос, если у них нет суки, то вот есть ответ у пророка Ишаягу. Тоже запишите, у кого есть возможность заглянуть в книги пророков. Это сегодня легко сделать в интернете. Ишаягу 66 глава с 10 стиха. И тут надо понять модель. Модель, она у всех одна. Как в еврейском народе. Есть заповеди, которые написаны, но которые сегодня еврейский народ не может выполнить. Ну вот, например, когда Соломон построил храм, и он говорит, все, кто придет молиться в этот храм, ответим Всевышний. Всевышний говорит, хорошо, я так сделаю. Но дальше, он говорит, дальше, дальше, дальше. Он говорит, а если народ твой будет без знаний в других странах, и они не смогут сюда прийти, то тогда, если они оттуда помолятся тебе, обратив сердце в свое храм, там их услышь. А дальше, Всевышний говорит, сделаю. А дальше, он говорит, и если кто из любых народов мира, там, где они находятся, они обратят сердце в свое, чтобы молиться к этому городу, к этому храму, там их услышат. То есть, эта система работает для всех и каждого. Когда человек физически не может выполнить заповедь, а в данном случае побывать в суке, то он может приобщиться к этому. Ну, не может, не может, раз у тебя нет такой физической возможности. Сегодня храма тоже нет. Но мы читаем про храм, мы изучаем понятия про храм, мы молимся, вот как там сказано, и все работает. Все так же само работает. Поэтому точно так же и здесь любой человек. Пророк Ишаяхов, 10 стиха, он говорил, 66 глава, 10 стих. Он говорит, возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем. Все любящие его и небезразличные к нему. То есть, это не относится к антисемитам, которые ненавидят по какой-то причине евреев, по которой они и сами не понимают. Вот. И дальше сказано, вот я вам читаю прямо слово в слово. Возвеселитесь. Вот эти праздник радости, в данном случае Суккот, он так и называется, день вашего веселья. Он говорит, возвеселитесь с Иерусалимом, все любящие его. Вот точка контакта, чтобы приобщиться к этому небесному всему происшествию хорошему. И дальше так и сказано, чтобы и вам питаться и насыщаться от сосов утешения его, упиваться и наслаждаться при избытком славы его. То есть, тут конкретно написано, что такое от сосов утешения. Вот мне нравится это просто слово, я его, оно мне как гвоздь вошло однажды. От сосов, это как будто человек может взять и присосаться к коровке, к сосам, а там молочко. И он говорит, если вы будете радоваться с Иерусалимом, будете понимать все эти смыслы, будете молиться Богу, то та же самая сила, будете питаться от сосов утешения его и наслаждаться и все, что там обещано. То есть, вы можете это как подключиться, да, к этой небесной трансляции. Вот 7 дней идет небесная трансляция, когда человек понимает смысл, то, о чем мы говорим, когда он знает каждый день о чем помолиться, о каком качестве. Это глубокая работа над собой на самом деле. И он будет получать, он подключается к этой ретрансляции. И сделать это очень просто, надо усилить, чтобы не только молиться, любой человек может у себя дома накрыть стол, пригласить друзей, собрать семью, помолиться Богу, поговорить о смыслах этого праздника, чтобы самому лучше вспомнить, кто-то что-то расскажет, других кому-то передать, вместе помолиться, то есть приобщить к этому небесному приключению. Так же самое и других людей. Вот такая вот история. Я всем желаю хороших праздников, вот этой небесной радости, небесного утешения, все, о чем мы говорили, и мудрости, как это все принять. Если ты имеешь информацию, то уже остается только сделать это, каждый человек может сделать это в своей семье. Поэтому всем большой радости и хорошего будущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова